Потом кадрыки кладывают, школьную форму купить, спортивный костюм купить, потом четради купить, потом ранец купить, ну, в общем, всему купить, парту купить, надо купить этот стул, потом, ладно, купить, тот видео, он еще говорит, папа, давай вместе шпаки внизу, скворечник сделаем, или там, давай вместе с тобой там столик сделаем, это надо личное время, пришел с работы уставший, ты уже это много, вдруг не чувствуешь, уже бы отдохнуть тебе, просто что-то почитать, или где-то отдохнуть, медлить с ним, снова вкладываешь в него, или в нее, говорит, давай пошьем дочь, или давай папа, что-то склеим, ну, в общем, ну, наконец-то доклеили до 11 класса, доклеили, ну, и все, путевка в жизни, 11 класс, закончили, все, вроде бы мы расслабились, и тут говорят дети, так еще же высшее образование, папа-мам, и мы начинаем уже с последней сил укладывать высшее образование, вложили высшее образование, получили дети, пошли работать, и мы как бы говорили, сколько мы вкладывали в детей, до 5 лет вкладывали, потом 11 лет в школе, и 5 лет еще в институте, сколько это получается, 21 год мы вкладывали в ребенок, бывает 25 мы вкладываем детей, и вот когда уже, это взрослые дитя, у них же работают, ну, мы можем там еще тоже вкладывать, мы вкладываем, помогаем, у нас даже жилье, потом, ну, внуки, а потом, в общем, мы вкладываем всю жизнь, и вот мы уже стали, и нам уже, например, 70, я просто объясню, как это работает, я в хорошем смысле объясню, это реально работает, и вдруг, ну, может, мне 70, может, мне 60, дети говорят, папа-мама, мы хотим вас повезти на море, в Болгарию, мы за вас заплатим, вам не надо, не за что платить, вы же за нас платили все детство, всю школу, вы же за нас уже так заплатили, хотим повезти, и вот наше вкладывание возвращается дивидендом, теперь дети вдруг начинают вкладывать своих родителей, то есть они начинают благодарить, я в хорошем смысле этого слова, или когда на день рождения тебя привезли, подарили шарф, или там, я не знаю, шапочку какую-то, вы понимаете? То есть это вот эти дивиденды, это любовь, которую вы дарили все эти 20-30 лет своим детям, вы в них вкладывали. Представьте, 30 лет жизни, лучшие годы, молодые годы своей жизни вы потратили не на себя, вы вложили. Но вы не жалеете, вы даже мысли не допускаете, что, как жалко, что я на детей потратил и вложил, вы счастливы, что вы вкладывали. И вы вдвоем несчастливы, когда вы видите, как, ну вопрос не материальной стороне, пусть вам ничего не подарят, не вопрос подарят. Приехали дети, обняли вас и говорят, папа, мама, вы с ними любите? Мы вас этим любим. Вы понимаете, вот это, вот эти дивиденды теперь возвращаются вам этой настоящей, искренней любовью. Вот это самая большая награда, как это в служении, друзья. Но невозможно, чтобы ты походил 15 минут, и за 15 минут ты продал 150 книг на 15 тысяч долларов. Невозможно. Возможно, друзья, упорство, возможно, вот это позитивное отношение, когда по мере нашего профессионального возрастания будут расти продажи и качество этих продаж. Наши знакомые, у них родственники здесь из Берцах, я не буду говорить, то неважно, прижили опыт. Их дочь, она очень хорошо училась, и еще больше она служила в церкви. Она красиво играла на фортепиано, пела красиво. На каждом служении она как девочка, как подросток, пела еще с детства. Мама поет, и она поет. И она в церкви все служение для Бога. Бога всегда искренне любила, и всегда даже школы жертвовала. Иванская программа, она поет. Деда, какой-то малейший служенин, она всегда пытается выкрыть время, послужить. Приехали друзья из Америки, скажем так, проводили определенную детскую программу. И в конце этой программы признались, что они присмотрели несколько детей и хотели бы, есть группа определенных американцев, которые хотят оплатить учебу в школе американской, в нашей адвентистской школе, и детей взять в роли. И было три претендента. А эта девочка, одна из этих претендентов, никогда не посоветовались, подумали, помолились, эти американцы, и говорят, мы выбираем ее. А и она попала в Америку, это был 10 класс, да? В 11 классе она закончила 2 класса школы, ну, забегает вперед. Она сейчас замужем в Америке, она закончила медицинский институт, наш адвентистский медицинский институт. Год обучения в нашем медицинском высшем учебном отделе 20 тысяч долларов, чтобы вы знали, что это очень большие деньги. Были спонсоры, которые за нее платили, когда она училась, но это как бы чуть потом. Она пережила, это все опыт из дома. Она первый год отучилась, приехала домой, плачет и говорит, папа, мама, я не поеду в Америку, я ничего там не хочу знать, никого знать не хочу, я устала, я очень устала, я хочу быть дома. Они говорят, ну, доченька, я подумаю, она вдохнула, второе было обучение в школе, она поехала в Америку, она там училась.